Давайте рассмотрим систему АВ0. В плазме крови человека у нас содержатся аглютинины. Аглютинины могут быть альфа и бета. В зарубежной терминологии их называют еще анти-Б-антитело, анти-А-антитело. Анти-А-антитело – это аглютинин альфа, анти-Б-антитело – это аглютинин бета. Здесь, соответственно, есть оба аглютинина – и альфа, и бета. А в четвертой группе крови нет никаких аглютининов, ни альфа, ни бета. Но в аритроцитах содержатся аглютиногены. Аглютиногены бывают А, Б, но они могут быть вместе А, Б, их может не быть. Соответственно, группы крови. Первая группа крови – это группа крови, в которой нет в аритроцитах, нет никаких аглютиногенов. Вторая группа крови – это группа крови, в аритроцитах которых содержится аглютиноген А. В третьей – аглютиноген В, а в четвертой – оба аглютиногена. Одновременно с этим, в плазме крови первой группы, вот она, здесь нет аглютиногенов, но зато здесь есть оба аглютинина. А во второй группе крови есть аглютинин В, аглютиноген А, аглютинин В. В третьей, соответственно, наоборот, аглютиноген В, аглютинин А, альфа, бета-альфа. А в четвертой у нас есть оба аглютиногена, но нет ни одного аглютиногена. Аглютинин – это как сторожевая собака, она связывается и оседает с веществами, с белками, на которой она настроена, то есть если у нас аглютинин альфа, то он связывается с одноименным аглютиногеном, то есть аглютинин альфа связывается и выпадает в осадок с любым эритроцитом, в котором у нас содержится буква А. Аглютинин альфа, произойдет аглютинация, если к нему в гости придет аглютиноген А, то есть если вот здесь у нас рецепиенты, то есть тот, кому будут приливать, а здесь донор, то есть тот, кровь чью будут приливать. Здесь у нас эритроциты, как раз-таки гости, которых и встретит вот эта вот цепная собака, которая живет в плазме крови. Итак, соответственно, цепная собака альфа не пустит к себе никого из гостей, если от них попахивает аглютиногеном А. Соответственно, не пустит четвертую группу, не пустит вторую группу. Это цепная собака третьей группы крови. То есть та, в которой у нее содержится аглютинин альфа, она не пустит к себе аглютиноген альфа. Не могут быть одновременно альфа и А в одной группе крови. Соответственно, вот эта, вторая группа крови, у нее у самой есть аглютиноген А, аглютинин у нее бета, аглютинин бета не пустит к себе, если есть, попахивает от гостей аглютиногеном Б. Соответственно, не пустит четвертую группу и не пустит третью группу. Ну понятно, что вот первая группа, здесь у нас вообще обе цепные собаки сидят, она не пустит к себе ни одного из гостей, потому что кроме первой группы, где нет аглютиногенов, у всех остальных хоть А, хоть Б, но что-то да есть. Поэтому человеку с первой группой крови можно перелить только первую группу крови. Поэтому первая группа крови – это универсальный донор. В ней нет аглютиногенов, которые раздражали бы собак гостей. Соответственно, мы можем перелить ее и второй группе крови, где аглютинин бета ничего не скажет, так как здесь нет аглютиногенов. Аглютинин альфа тоже будет молчать. Ну и, соответственно, в четвертой здесь вообще нет никаких аглютиногенов. Приходите, кто хотите. Это универсальный рецепиент. Если первая группа крови – это универсальный донор. У нее нет антигенов, у них нет аглютиногенов. Нет, ни А, ни Б – приливай, кому хочу. То четвертая группа крови – это универсальный рецепиент. У него нет сторожевых собак на входе. Приливайте, кого хотите. То есть аглютинации не произойдет ни с какой из групп крови, потому что некому лаять на гостей. Субтитры создавал DimaTorzok